Продолжаем наш разговор о стыковых матчах за право участвовать на чемпионате мира по футболу. С вами снова Константин Калуцкий. И сегодня хотелось бы сосредоточиться на игре между Шотландией и Украиной, где представители Британии откровенно разочаровали, показали слабый футбол. И здесь очень много вопросов возникает и касательно тренерской работы Стива Кларка, и касательно персональных выступлений конкретных футболистов, которые явно провалились. Ну, а Украина, которая здесь смотрелась все-таки андердогом, мы должны понимать, что это и матч на выезде, и команда, которая сейчас находится не в лучших кондициях, потому что многие футболисты просто пропустили несколько последних месяцев по известным причинам. Казалось бы, все карты на руках у британцев, но они здесь не показали ровным счетом ничего. И да, они периодически создавали моменты, даже голы забивали и так далее, но не было ощущения, что это какой-то коллектив, который пытается что-то вообще показать. Какой-то конкретный футбол, какую-то конкретную стратегию. На фоне этого Украина-Петракова смотрелась максимально интересно и выигрышно, и Украина-Петракова смотрелась действительно единым коллективом. Давайте разберем эту встречу, где, на мой взгляд, многие ждали, что шотландцы будут экзаменовать украинскую сборную, а получилось наоборот. Но сперва, перед началом моих рассуждений, хотелось бы посоветовать вам сайт Балтбет, на котором вы можете получить специальный бонус лично от меня. Три бесплатные ставки. Чтобы получить вот этот приятный ништячок, вам нужно пройти по ссылочке в закрепленном комментарии, зарегистрироваться на сайте Балтбет, а также ввести промокод, который также указан здесь в закрепленном комментарии. Это ваш шанс заработать деньги, ничем не рискуя. Возможно, и Стив Кларк, главный тренер шотландцев, хотел здесь добиться результата, ничем не рискуя, потому что то, что мы увидели в исполнении Скотишей, это был очень осторожный, кто-то скажет, наверное, пожестче даже в отношении этого футбола. Но я скажу так, максимально осторожный футбол. И это при том, что шотландцы играют на своем поле и формально считаются даже вроде как фаворитами. Итак, касательно состава. Гордон на воротах. В центре защиты. Очень интересное, я бы сказал, неожиданное сочетание. Хенли, Купер и здесь же МакТоминой. Один из лучших футболистов Шотландии последних лет, представитель Ман Юнайтед, опорный хавбек, здесь был помещен на позицию третьего центрального защитника. То есть мы видим, что, во-первых, максимально насыщенная зона. Команда играет в третьих центральных, пытаясь держать соперника. Уже сразу виден определенный оборонительный акцент. К тому же одна из главных звезд помещена сюда, в центр защиты. Хики и Робертсон на флангах. Ну, наверное, одна из самых сильных позиций. Робертсон, звезда Ливерпуля. Хики тоже очень интересный паренек. В центре поля МакГин, МакГрегор и здесь же Гилмор. Вот на фоне МакГина и МакГрегора, один, скажем так, будущий, возможно, игрок Манчестер Юнайтед тоже, ходят слухи про МакГина в МЮ. МакГрегор это местная легенда, и не только Конор тут легенда в Британии. Но вот посмотрите, есть еще и этот МакГрегор, который в итоге, кстати, в нужный момент еще и гол забил. Что, конечно, важно для шотландцев. И рядом с ними Гилмор. Гилмор, представитель Челси, молодой и мега перспективный, который сейчас вроде как должен получить шанс от Томаса Тухеля в Челси. В общем, полузащита, наверное, самая сильная здесь позиция. Даже после перевода МакТоминая в центр обороны, здесь средняя линия все равно очень крутая. С другой стороны, мне кажется, что появление МакТоминая в обороне все-таки сыграло в минус и для полузащиты, которая все-таки немножко ослабла и потеряла опыт МакТоминая, и сыграла в минус защите. Ну и впереди Дайкс и Адамс. Два футболиста, которые, мягко говоря, не впечатлили в этой встрече, как пара, как связка, действовали разрозненно. Что касается Украины. Бущан, который оказался главным плеймейкером Шотландии, почти все опасные моменты шотландцев так или иначе, были созданы галки прям сборной Украины. Что касается центра защиты, здесь Матвиенко и Забарный, Караваев и МакКоленко на флангах. Караваев, напомню, когда это вообще был атакующим хавбеком, сейчас правый защитник. МакКоленко очень много подключается к атакам. В общем, здесь, в отличие от Шотландии, видно, что четверг из защитников, при этом еще и фланги достаточно атакующие. Степаненко в опорной зоне. Тарас Степаненко, человек, который может с вертушки, там, я не знаю, ногой залететь кому-нибудь. В общем, классический опорник. Повыше Малиновский и Зинченко. Зинченко используется в центре поля, что логично. Если вы защитник Миколенко, значит, нужно Зину передвинуть поближе к середине. Ну и Цыганков, Ермоленко, Еремчук, атакующая группа. Очень интересные футболисты. Каждый из них. Кто-то, может быть, ждал Мудрика, вот этого молодого суперталанта с первых минут, но это не тот случай, когда стоит доверять юным футболистам. И, возможно, как раз-таки Петраков это понял, в отличие от Кларка. Что удивительно, потому что Петраков, как бы бывший тренер молодежной сборной Украины. А Кларк, ну, вроде как, уже привык работать с опытными футболистами. Но здесь появление того же самого Гилмара в центре поля вместо Мактомина, на мой взгляд, было определенной ошибкой. Да и вообще состав шотландцев получился, прям, скажем, ограниченным. И речь идет не о том, что у них потери, потому что, знаете, горячо говорить о каких-то потерях британцев, когда у Украины здесь половина состава не проводила матчи на протяжении последних месяцев. Поэтому, да, британцы могут у себя писать, что не было тирни, не было еще кого-нибудь, без тирни оборона надломилась, не было каких-нибудь атакующих звезд, которых, возможно, кто-то ждал. Не знаю, там, кто-нибудь, может быть, скажет, что не хватало Фрейзера и так далее. Но, понимаете, когда у тебя соперник настолько, находится в настолько тяжелой ситуации, говорить о каких-то потерях даже как-то горячо и некрасиво. И по факту шотландцы в том же самом первом тайме показали, насколько же это безидейная команда. Вся их игра сводилась, ну, к вот этому шотландскому бей-беги. Вообще, Кларк, вроде как опытный тренер, но не придумал здесь ровным счетом ничего. При этом шотландцы не пытались играть первым номером. Украина на протяжении значительной части встречи ничем не уступала своему сопернику в плане процента владения, процента контроля. И здесь хотелось бы отметить, что команда Петракова действовала максимально смело и дерзко. И по результату этой встречи, вот посмотрите, 60 на 40 владения в пользу Украины. О чем здесь может говорить сборная Шотландии, я даже не представляю. Просто ужасная, безидейная и какая-то трусливая игра. Расчет был, как видимо, на то, что украинцы, ну, которые сейчас выбиты из игрового ритма, будут ошибаться, и шотландцы этими воспользуются. Во втором тайме это отчасти начало играть действительно в пользу Шотландии, потому что тот же самый Бущан в какой-то момент откровенно поплыл. Но ждать, что вся команда надломится и поплывет, было просто вот наивно. А шотландцы, которые включались исключительно моментами, они оказались очень удобным противником для Украины. Вот если бы против украинцев действовала команда с высоким прессингом, с максимальной активностью, то, возможно, вот этот фактор игрового простоя, который есть у некоторых футболистов украинской команды, он бы сказался. Но шотландцы ни черта не навязывали, не пытались активировать как-то вот свои скоростные данные, и в результате здесь украинцы просто вот спокойно отбивались против такой медлительной Шотландии. А учитывая тот бардак в обороне, который царил у шотландцев здесь, забитые мячи оказались вопросом времени. Причем они были забиты просто издевательски. Гол Ермоленко, чем здесь занималась защита, я не знаю, может у них там 5 o'clock tea произошло, в 5 часов дня нужно пойти чайку попить, или еще что-нибудь бомбануть, не знаю, там, Гиннесса и шотландского вискаря. Гол Ермчука, то же самое. Караваев пробежал, навесил, навесил, простоил, там, кросс выполнил. Ермчук ото всех просто вот отклеился, забил мяч. Ну, понимаете, это настолько элементарные атаки, это не какие-то суперкомбинации, это не какие-то супермоменты, но шотландцы настолько дерьмово сыграли в центре защиты, что я даже не знаю. И как здесь не сказать, что вот все вот эти эксперименты с МакТомином в центре обороны, они до добра не довели. Что касается игры, собственно говоря, в атаке шотландской, они очень сильно надеялись, видимо, на ошибки. И повторяю, если бы не косяки Бущана, который много косячил во втором тайме, он там поплыл, то у шотландцев вообще ни черта бы здесь не было создано. Атака Украина абсолютно логична. Шотландцы побеждают. Третий гол Довбека в конце стал таким символичным, достаточно такой, знаете, последним. Гвоздем в крышку гроба шотландцев, которые показали абсолютно дерьмовый футбол, не показали ровным счетом ничего. Я не удивлюсь, если сейчас, учитывая политическую подоплеку этого матча, кто-нибудь скажет, что это вообще был сданный матч. Потому что шотландцы, ну, они просто дерьмово играли. По-другому и не скажешь. Никакой стилистики в атаке, никакой понятной тактики, кроме загрузов, навесов впереди на Адамса и всех остальных. Никакого понятного футбола в обороне, косяк за косяком. И знаете, здесь счет 3-1, это еще в каком-то смысле шотландцы легко отделывались. По такой игре их можно было громить с крупным счетом, побеждать здесь в Украине. Но 3-1 тоже неплохо. Следующий матч с валийцами. И многие считают, что валийцы будут поопаснее вот этих безидейных шотландцев. В том числе, потому что здесь абсолютно никакой тренер шотландский, который просрал все полимеры. А там все-таки будет Роберт Пейдж. Так что, поживем, увидим.